МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Да сколько ждать-то ее уже можно? Ален, ну где она? Привет, Максим. Я тут такое нашла. Закачаешься. Ну давай, что ты на фото? Самые безумные поступки в мире. Ну давай. Расскажу. Смотри, человек совершил прыжок из космоса, из открытого. Представляешь? Дальше смотри. Спустился на самое дно Мариинского желба. Представляешь, на самое дно. Дальше. Это еще не все. И серфер покорил самую огромную волну в мире. Представляешь, она вот так вот летела на него, он ее раз и покорил. То есть ты считаешь, что это самые безумные поступки людей в мире? У меня самые безумные поступки, а? Так, давай, рассказывай. Списывал на ЕГЭ. Как тебе? А? Пф, это все сделали. Год не платил за ЖКХ. Пам-пам. Безумец. Неделю не переодевал носки. А сейчас переодел? Ну, сейчас да. Ну ладно, нормально. Слушай, ну это, конечно, безумные поступки. Но вот безумный поступок будет, если мы сейчас на вечернюю вятку не попадем. Вот это, кстати, да. Поэтому пойдемте быстрее. Добрый вечер, друзья! Шестое октября, вторник, вечерний вятк, прямой эфир. Все, мы начинаем, друзья. Ура, ура, ура. Алена Милина. Максим Кропотов. И студия наша, которую вы уже так давно полюбили. Что сегодня будет происходить на вечерней вятке? Во-первых, мы будем поднимать вам настроение, чтобы никто не заболел. Да и небес. Чтобы никто не заболел. Мы будем с вами общаться, задавать наш традиционный вопрос. Ну, а также вы нам будете звонить. Также к нам еще и гость придет. В общем, очень много всего интересного. Еще и подарки будут. В общем, сейчас все по полочкам расскажет Алена. Итак, полочка номер один. Давай, полочка номер один. Друзья, тема эфира. Это сегодня у нас это безумные поступки. Поэтому рассказывайте, что необычного, что невероятного вы делали. И, возможно, это только в рамках вашей личности. Да, возможно, это и в рамках, не знаю, всего города. А может, вы знаете ваших друзей, которые по каким-то причинам не смогут нам написать. Но они участвовали в этих безумных поступках. Я вот, например, вспомнил только что, что я в школе, в классе в 11-м, со второго этажа прыгал в сугроб. Вот это видела учительница биологии, меня потом наругали. Но это было дико. Вот такой вот я. Итак, про свои безумные поступки вы можете писать нам в группу ВКонтакте «Девятка ТВ Киров». Там уже есть пост с прямой трансляцией под постом в комментариях. Вы можете передавать привет и поздравления, писать нам ответ на вопрос. Ваш безумный поступок, напоминаю. Ну и, конечно же, рассказывать, как прошел сегодня ваш день. Это полочка номер два. Да, это полочка номер два. Давай, полочка номер три. Вот если они нам пишут, будут активными, будут интересные сообщения, мы им что-то подарим. Мы сегодня приготовили вот такой вот огромный пакет для вас, друзья. Что там есть? Давай, рассказывай всему Кирову. Я честно завидую тем, кто сегодня победит, потому что это, во-первых, круассаны. Во-вторых, это целых три разных упаковки с пирожными. А это пирожное заварное. Там есть, кажется, еще что-то, но это чуть позже. И во время прямого эфира все-все-все вам расскажем, покажем. Но говорю вам факт, что там эта сумка просто наполнена до краев. Ну и на самом деле, наверное, даже я буду уже участвовать. Почему нет? Я вот все держусь, держусь. Почему ведущие не могут участвовать? Я тоже буду писать комментарии, вдруг мой комментарий выиграет. Церемонитесь со мной. Он ничего не выиграет, не переживайте. Все достанется только нашим зрителям. Это была третья полочка, давай четвертую. Четвертая полочка – это то, что нам можно позвонить по телефону 351404, телефон прямого эфира. А это значит, что ваш голос услышит вся область. Вы можете рассказать о самом важном, возможно, кому-то в чем-то признаться, о своем безумном поступке. Ну и, конечно же, привет и поздравления полетят из лично вашим голосом на всю Россию. В общем, здесь можно все, все четыре полочки собраны, то есть целый шкаф хорошего настроения вас ожидает. Ну что, вечерняя вятка, давайте-ка уже начинать. Да, друзья, ну и начнем мы уже по традиции нашего первого сюжета. Сегодня, оказывается, друзья, во-первых, не только день необдуманных безумных поступков отмечается, но еще и, друзья, день тренера, да, того человека, кто создает для нас нашу фигуру мечты. Так вот, друзья, вы же знаете, что каждый тренер, он немножечко иногда, ну, полномочиями своими, как говорится, преувеличивает, да, и заставляет нас делать то, что мы даже и не хотим. Так вот, друзья, у нас у каждого наверняка есть какое-то нелюбимое упражнение. Да, все. Все. Давай спросим у наших горожан, потому что Никита Ильин вышел к ним. Опять за своими быстрыми вопросами. За своими быстрыми вопросами и все-все-все узнал. Ну, давай посмотрим. Кирочане, всем физкульт-привет, меня зовут Никита Ильин. Специально для вечерней вятки мы сегодня вышли на улицу, чтобы узнать, какие нелюбимые спортивные упражнения есть у наших жителей. Я в маске, безопасность превыше всего. Полетели. Я занималась акробатикой. Крабатикой? Слушай, а были упражнения, которые тебе не нравились? Что-то не любили? Все? Да. Но ты уже не занимаешься, да, получается? Какое не нравилось? Что бесило? Кучать пресс. Как это делать? Нужно лечь на пол. И, да, руку на голову. Почему не ложишься? Давай, ложи. Давай, делай. Ну, серьезно? Ноги вот так надо. И голову. Руки с голову. Раз, два. Сколько надо? Двадцать, тридцать. Сейчас, рюкзак. Ты продолжай, продолжай. Ага. Ты продолжай, давай, давай, делай, делай, делай. Я считать буду. А ты с парнем вышла погулять? Нет? Ты уже грязная просто. Ты умничка. Все, девчонки, приятного дня. Ты спортом занимаешься? Ну так, давно занимаюсь. Давно каким? Баскетбол. Слушай, а есть упражнения, которые тебе не нравятся? Ну, ты не любил делать на тренинг? Нет такого. Вообще все нравились? Все нормально, да. А какие любимые были? Любимые были. Ну, тренировка с броска с трех очков. Как это делается? Скажи. Скажите, а вы спортом любите заниматься? Конечно. Каким? Это подтягивание, отрумание. Ну, такое общее. А у вас есть нелюбимые упражнения? Чем вы не любите заниматься? Есть, но я через них не хочу, заставляю. Какие? Какие это сейчас упражнения? На пресс. Так, вот так вот? Нет, это вы делали на широчайший. Ну, вот здесь широчайший идет. Ой-ой-ой. Ой, тут широчайший. Мое нелюбимое спортивное упражнение. Колени хрустные. Мне 26. Даша, мы поздравляем тебя с днем рождения. Желаем тебе оставаться счастливой, доброй, чтобы наша дружба длилась вечно, и мы тебя очень сильно любим. Ты самая крутая девочка, и мы тебя обожаем больше всех на свете. А есть упражнения, которые ты не любишь делать? Метать мы не любим. Метать? Да, она как касается. Кстати, покажи, как метать нужно. Чтобы вот забыть и все. Выпустить всю энергию. Я не умею. Только не букет. И не телефон. Вот так. Я не умею, честно. Она думает, что метать нужно вот так вот. Даже не сжимая кулак. Нет. Для вечерней вятки сегодня мы вышли на улицы города и узнали, какое нелюбимое упражнение у наших горожан. Занимайтесь спортом. И самое главное, будьте здоровыми. Я дальше заниматься. Не спина. Потом. Потом. Пока. Я сейчас хотел тоже попробовать. Знаете, я сейчас подумала, что ведь это же отличная закалка для нашего здоровья, для нашего организма. Для нашего Никиты. И для Никиты в том числе. Я бы так сказал. Просто я вот тоже сейчас, если бы что-то сделал, хотя бы одно из этих упражнений, я бы хрустнул не просто спиной, я бы хрустнул весь. Я уверен в этом. Ох, друзья. Поэтому давайте выходить на улицу, делать зарядки, делать какие-то упражнения. И таким образом будем согреваться. Закаляться. Это тоже, кстати, один из безумных поступков. Вот так. Ну, а прямо сейчас, друзья, еще один безумец на нашем телеканале. Да-да-да. Это он, Алексей Класов. У нас на связи. Привет-привет. Лешка, привет. Привет, ребят. Как дела у тебя, как настроение? Настроение загадочное, такое интересное какое-то. Сам не знаешь, что ожидать. Ох, как. Да ты романтик. А то. Скажи, пожалуйста, был ли у тебя какой-то безумный поступок в твоей жизни? Был, я думаю, у каждого, на самом деле, в жизни. Ну. Безумные поступки, да. И? Я в свое время с очень опасной площадочкой нырял очень глубоко. Вот и я не знаю как, но у меня папа возвращался с работы, и он это когда увидел. Дома меня ждал а-та-та. Вот так, да? Да, ты в моей школе. Школа ремней, да. А также ты к нам принес сегодня безумные заголовки, я думаю. Совершенно верно, да. Как обычно, новостные заголовки, необычно интересные, прекрасные. Вот такие. Ну что, давай. Давайте, поехали. Заголовочек под номером один. Поехали. На Урале женщина сменила отчество на матьчество и стала Ириновной. Ириновна. Ирина Ириновна. Ну, кстати, это сейчас очень модная тема, насколько я слышала, что многие девушки действительно так считают, что, особенно у тех, у которых, ну, по каким-то причинам отец их не воспитывал, зачем же я буду носить это отчество, да, я хочу... Матьчество. Да, вот мама меня воспитывала, пожалуйста. А если бы, давайте сейчас представим, если бы нас всех заставили отчество поменять на матьчество, Леш, у тебя бы какое было? Я бы был Натальевич. Натальевич, Ален, ты? Я бы Ларисовна. А я бы был Максим Светланович. Красиво звучит. Максим Светланович. Я сейчас задаю, не хвали меня, не хвали, пожалуйста. Я же сейчас задумаюсь, и папа обидится. Кто хочет матьчество, да, сейчас? И папа обидится. Я не хочу, чтобы папа обижался. Ах, прикольно, новый тренд задан. Кстати, не только женщины меняют, да, есть еще и мужчины даже. Очень известный дизайнер один, он Татьянович. Ну, все, Татьянович, Светланович. Ну что, погнали дальше? Давай. Давай дальше. Итак, следующий заголовок. Больше четырех с половиной тонн мусора играючи убрали калачевцы. Играючи? Да. Как, они взяли клюшки? Нет. Залили длинный-длинный каток. На одной части положили гору мусора и просто щелучком играючи отправили. Или как, они танцевали там ламбаду и просто мешки с мусором? Конкретно этот контекст к жалению, Макс, не уточняется. Ну, зато смотри, оказывается, оказывается, играючи можно четыре с половиной тонны мусора убрать. Да, а вы говорите тяжело, сложно. Выходите, делайте добрые дела. Играючи. И смотрите, смотри, они не заплатили ни копейки за вывоз ТБО на секундочку, а сами, играючи, убрали четыре с половиной тонны мусора. Максим, а ты, кстати, абсолютно прав. Они действительно ничего не заплатили, потому что они выиграли президентский грант. Заплатили им? Да, и они его реализовали, успешно сделали вот такое вот благое дело. Был у них настоящий марафон чистоты, и в лесах убрали четыре с половиной тонны мусора. Молодцы. Я вот предлагаю перенять эту традицию, этот опыт у калачевцев и во всех городах играючи убрать хотя бы одну тонну мусора. Начнем с тонны. Хэштег. Поехали. Давай дальше. Итак, поехали, да. Третий заголовчик. Махноногий Сыч обратился за помощью к новгородской телеведущей. Простите, пожалуйста, но Махноногий Сыч... Знаете, кто такой Махноногий Сыч? Это птица. Молодец. Во-первых, ну Сыч это птица, я Махноногий Сыч. Я себя так в интернете не к себе сделаю. Махноногий Сыч пишет вам. Смотри, он обратился к нашей коллеге. А что он хотел, Махноногий Сыч? Ну, во-первых, я вам расскажу, кто это все-таки такой. Это, знаете, маленькие такие милые совы. Да. Такие, мимимиши, но это как раз и есть вот эти Махноногие Сычи. Случилось, к сожалению, несчастье. Видимо, на этого Сыча велась охота хищников, и он залетел в дом как раз-таки к телеведущей. И он такой, помогите, за мной охотятся вы, знатоки, что где когда. Он знал, в какой дом залетать. Видимо, да, видишь, как повезло ему. И он такая, срочные новости на Махноногого Сыча открыта охота. Закрывайте, что где когда, потому что знатоки вышли за ним. И уже едут в Новгород. Сделать его хрустальным, да. Ой, Махноногий Сыч. Да, он получил травму, сейчас успешно лечится, и в дальнейшем его планируют отпустить уже на волю. Вот это, смотрите, еще раз доказывает, что никогда не бойтесь обращаться к телевизионным ведущим и корреспондентам. Они всегда помогут. Просто удивительно, что, как написано, друзья, обратился за помощью. В дверь постучал, извините, пожалуйста, тысяча извинений. Не хотел вас, конечно, отвлекать, но... Есть 10 рублей на проезд. Ладно, есть еще что-нибудь интересное. Давайте последнее. Давай. На сегодня актуальненькое. Доступное жилье. Бомжи в Ростове построили шалаш, извините, для зимовки у детской площадки. Нормально. Доступное жилье. У меня он рядом... Тебя не смущает это? А что? У меня он рядом с ямой овощной у бабушки есть большие кусты. Там тоже... Доступное жилье. Там тоже доступ... Там более, я тебе скажу, там такие сковородки, у меня дома таких нет. Они там живут-то ай-ай-ай, как хорошо. Так что, ребят... А с детской площадкой это что? Это вдруг ребенок уронит конфетку. Все. Еда. Ну, либо, может быть, с благой точки зрения присмотреть. Или так, конечно. Ребят, мне кажется, тут зря вы так вот благими намерениями смотрите. Мне кажется, что если бы... Вот представьте, что ребенок маленький, или ваш ребенок гуляет рядом на площадке, и у него вот такое доступное жилье. А вдруг у них высшее педагогическое образование? Это, кстати, не уточняется. Им негде его применить. Им негде. Они такие, ну хотя бы здесь. Илюша, не ешь песок. Вот это все. Они будут кричать из своего шалаша. Надеюсь, не матом. Надеюсь, не матом. Но, тем не менее... Это мы узнаем в обозримом будущем. Все мы люди, все мы должны где-то жить. Спасибо, Алексей, огромное тебе, что побывал сегодня в нашем эфире. Повеселил нас, повеселил телезрителей. Хорошего тебе вторника. Я уже потерялся во времени. Ничего страшного. Счастливое время не наблюдает. Ты знаешь, Алексей, он не торопится на самом деле отходить от экранов телевизора. Потому что прямо сейчас будет одна из тех рубрик, которые очень нравятся не только нашим зрителям, но и нашим коллегам. А это, между прочим, рубрика на стыке времен. Что бы было, если бы интернет, который сейчас буквально в каждом доме, появился бы во времена СССР? Да, и все мемы, которые популярны сейчас или популярны были на протяжении 10 лет, появились еще там, в то время. Как бы они объяснялись, увидите прямо сейчас на ваших экранах. Здравствуйте, товарищи! С вами рубрика «Советский интернет». И я напоминаю, что именно интернет первыми в мире изобрели наши ученые. Так же, как монетки от веревочку привязывать и бесплатно звонить в телефонах, которые на улице. Ну что, время начинать. Мы – самая добрая нация в мире, ведь мы всегда готовы прийти на выручку. Даже в, казалось бы, самой безвыходной ситуации. Друг! Слушай, выручи, пожалуйста, а? Что-то спидометр не работает, не могу понять, с какой скоростью машина едет. И что? Ты можешь так пройтись? У тебя же скорость 5 километров в час. Ну, больше даже. Ну-ка, замерим так, пройди, я хочу сказать, сколько она будет ехать. Сейчас мы сколько едем? Где-то 7. Ну-ка, до 12, давай поднимем, пожалуйста. Давай, попробуем. Где-то так. Стой, стой, там камера сейчас, штраф придет. Ага. Интересно, а как бы он ему тогда давление масла проверил? Хм. Ну, а мы продолжаем. А еще мы – самая трудолюбивая нация в мире. Мы не можем не работать, и если у нас отобрать эту возможность, случится вот это. Я сама тебя обеспечу, просто дайте мне работать. Я хочу работать! Да, в будущем из нее бабушка та еще выйдет. На скамеечке, орать на всех будет. Эх, как у меня у дома. А еще мы самый находчивый народ в мире. Ведь там, где не справляются технологии, на выручку всегда придут два мужика с лопатами. И задача, которую нужно выполнить, несмотря ни на что. Делается это нормально. 21 век на земле. Вот, передает привет. Я еще видел мужика в багажнике, который двойную сплошную при помощи двух кисточек чертил. Вот такой мы народ. Ну и, конечно же, у каждой нации есть свой супергерой, который всегда придет на выручку и поможет. В нашей стране этого супергероя зовут Валера. Короче, позвонил я в МЧС. Они сказали, сейчас все будет. Поможем. Пришла помощь. Вот, Валеру прислали на помощь с лопатой. Да, летом от него будет мало толку. Ну что, с вами была рубрика «Советский интернет». Я надеюсь, что мы никогда не развалимся точно так же, как и наша великая страна. И мы бы поговорили с вами еще чуть больше, но у меня с мужиками турнир по ножичкам во дворе. Поэтому мне пора бежать, ведь я прошлогодний чемпион. Всем хорошего настроения. С вами был Диктор Виктор. Пока. А еще мы самый находчивый народ в мире. Ведь у нас всегда есть еда. Что-то вообще не то говорю. Который всегда готов прийти на выручку и помочь в любой ситуации. Нашего супергероя зовут... Выключите звук. Кто-то в Марио играет. Кинескоп не посадите. Ты знаешь, Диктор Виктор, я думаю, что в этом году обязательно должен стать победителем по ножичкам. Ему еще тефи должны дать. Как лучшему диктору на телевидении. Но это потом. Вполне возможно, друзья. Ну что, сегодня мы обсуждаем безумные поступки. Вы можете рассказать о них. Во-первых, позвонить нам. 35-14-04, телефон прямого эфира. Привет и поздравления. Все, что угодно в прямом эфире от вас, лично вашим голосом. Ну а также, друзья, еще сегодня можно нам написать. Группа ВКонтакте «Девятка ТВ Киров» к вашим услугам. Там есть. Заходите туда. Пост прямой трансляции уже там. И вот там. В комментарии под постом можно уже писать. Безумные поступки. Передавать привет и поздравления. Все, чтобы мы здесь прочитали. Подарки какие хочу рассказать. Расскажи, пожалуйста, потому что даже мне еще раз интересно хотя бы посмотреть, насладиться видом, раз уж я не могу насладиться вкусом. Ты можешь насладиться вот такими замечательными эклерами, Максим. У нас вот шоколадный и еще светлый. Мне запрещают есть в эфире. Я бы с удовольствием на самом деле. Друзья, у нас есть вот такой вот пакет. Что там есть? В пакете, во-первых, круассаны с шоколадом. Да, я подержу хотя бы. Первое. Второе. Пирожные заварные. Вот так вот. С белковым кремом. Третье. Это, друзья, вот такой вот, ох, эклеры, эклеры пошли у нас. Я пойду. Стой, 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 мальчик. Нам нужно это все разыграть. Ну ладно. Еще есть такие пирожные капучино. Чашечки кофе. Давай уже. Чашечки чая. Вот так вот. Вот так вот мой фитнес-тренер, в принципе, поступает со мной всегда. Отбирает сладости и говорит, приседай. Потому что это все для наших телезрителей. Кто-то сегодня вот все вот это получит. От нас нужно просто написать комментарий в группе ВКонтакте «Девятка ТВ Киров». Давай почитаем. Завидую белой завистью. Давай. Кто-то ведь из этих людей наверняка сегодня будет счастлив. Возможно, выиграет, да. Да. Ну что он? Нет, счастливы они будут все, но кто-то еще и выиграет. Да. Давай читать. Ой, Наталья Савиных. Добрый вечер. Букет для Алены. Друзья, и там потрясающий, красивый, яркий осенний букет. Спасибо большое. Сейчас я не подож... Я не понял. А почему для Алены букет, а для Максима что? Огромное ничего? Я тоже жду подарок. Для тебя добрый вечер. А, добрый вечер для меня. Ну, хотя бы. Татьяна Лукина. Что она делала безумного? Прокатилась на мотоцикле по ночному городу с незнакомцем. Вот так. Ты бы рискнул, кстати. После этого вышла замуж? Не знаю. Я бы прокатился. Я бы вот нет. Мне не страшно с незнакомцами кататься. Ну, честно, на самом деле. Я же крепкий мужчина. Если что, я кубарем спрыгну и убегу в ночь. Никита Скандинав. Взять и закончить универ. Вот это безумный поступок. Это... В данное-то время... Конечно. Все мы так сделали когда-то. Марина Ложкина согласилась вести татарскую свадьбу. А, что такое безумный? Нет, тогда объясните. Мы с Аленой никогда не были на татарской свадьбе. Нам очень интересно. Напишите. То ты бы взялся вести татарскую свадьбу? А почему нет? Я бы взялся. Потому что, наверное, ты и не знаешь ничего об этом. Мне просто интересно. Да, вот поэтому напишите. Стоит ли, братца, вести татарскую свадьбу? Я думаю, что ничего страшного там нет. Не знаю. Вот Виктория Бронникова купила яркие носки с авокадо. Безумный поступок. И фотографию нам прикладывает. Виктория, какой у вас скучный образ жизни? Если для вас безумный поступок, это носки с авокадо. Ну, друзья, дальше... Вспоминайте еще. Дальше понеслись просто череда носков. Так, еще появились носки? Ну-ка давай. Да, и там они есть, зайдите, пожалуйста, потому что уже обсуждают. Мне кажется, когда-нибудь... Носки с бананами там, я так понимаю. Нам нужно просто когда-нибудь, нам нужно просто вот такой флешмоб. У кого какие носочки. Ой, у меня есть носки с Супермена, но с буковкой М вместо С. Вот так. А как так получилось? А вот купил в Москве. Елена Чахомова столько всего вспомнила. Жаль, что ничего из этого в сети написать нельзя. Спасибо за воспоминания. У кого-то были лихие девяностые, Еленочка. Ох, это американские горки в Кирове. Безумный поступок. Вот так. У нас есть американские горки в Кирове. Ну, где-то есть. По любой из дорог, которая под наклоном в гололед. Наталья Сынык всегда считала себя небезумной, но оказывается, безумство всегда со мной. Вспомнили, да? Ну-ка. Несколько лет назад меня сильно рассердил брат. В это время мы сидели за столом, ели блинчики с клубникой и сметаной. И блинами так. Не помню как, но тарелка с клубникой оказалась у брата на голове. Не помню как. А что такое случилось? Моргнула, и уже тарелка у него. Это не я, да, вот это все? Стандартные фразочки. Правда, брат повел себя как джентльмен. Он облизнул стекающую с головы клубнику и сказал, зря ты такой вкуснятиной разбрасываешься. Положил блин. Все. И съел. А вот у нас такой пользователь по имени Дрэмми или Дрэмми. Дрэмми. Прощал измены и не раз. Безумец, действительно. Как? Ну, вы великодушный человек. Максим, а для тебя, между прочим, вот для меня был букет. Так. А для тебя, Максим, чтобы не обижался. Там замечательная морковь. Выросла. Ну, что, зато у меня полезно. Это точно. Анастасия Молчанова. Самым безумным поступком считаю решение сдавать ЕГЭ по шести, друзья, предметам. Вместо нужных четырех. Два предмета пока так и не пригодились. У меня, кстати, такой же был безумный. Я решил, дай-ка я стану строителем. И пошел сдавать физику, по которой я вообще ничего не понимал. А Черри Вуд, например, встретил кабана на рыбалке. Встретил кабана на рыбалке. Это, друг, кабан, перезвони. Это вот это или, в смысле, или живое животное? Ладно, я понял, что животное. Я лося встречал на рыбалке. Тоже было страшно. Ну что, друзья, спасибо большое вам за безумство. Продолжайте еще вспоминать. Нам важно прочитать. Нам важно, что вы нас смотрите. И важно, что сегодня кто-нибудь обязательно выиграет потрясающий подарок. Но, друзья, как всегда, в этой студии не обходится без гостей. Узнаете, что мы очень гостеприимная программа. Поэтому буквально через несколько мгновений в эту студию к нам придет очередная гость. Да, кто это, вы узнаете из нашего профайла. Дамы и господа, встречайте. Сегодня в гостях у вечерней вятки ведущая проекта «Уралхимия. Семья» Ирина Никулина. И сегодня вы можете задать абсолютно любой вопрос нашей гости. А вот и она, Ирина Никулина у нас в студии. Привет, привет. Всем привет. Как настроение у тебя? Прекрасное настроение, отличное. А с чем связано твое отличное, прекрасное настроение? С тем, что у меня недавно был день рождения. Так, опять 18. Сколько можно, Ирина? И я все еще продолжаю получать поздравления, подарки, добрые слова. Поэтому как настроение в такой случае может быть плохим? Это класс. Кстати, у нас тоже сегодня есть подарки. Раз уж мы заговорили, почему нет? Вы сегодня отвечаете на наш вопрос «Самый безумный поступок». За это получаете пакеты различных вкусностей, очень вкусных. По моему личному. Мне, я ел, мне нравится. Да, и также можно задавать вопросы Ирине, потому что Ирина у нас, во-первых, ведущая квиза 7 на 9. Да, есть такое. Во-вторых, ведущая проекта «Уралхимия. Семья». И все это они ведут семейством Никулиных. Поэтому, друзья, я знаю, что вы Ирину очень любите, Гену с Ромой тоже, поэтому пишите вопросы. Но Гену поменьше. Я думаю, что Ирину любят больше. А ну, я не смотрю, кто. Можем устроить голосование. Кстати, сейчас прикрепим к посту. Хорошо. Ирин, вот сегодня у нас тема «Самый безумный поступок в твоей жизни». Какой был самый безумный поступок в твоей жизни, кроме как решение выйти замуж? Я сейчас ждала выхода в эфир и вспоминала. И, если честно, я не вспомнила ничего такого, что можно сказать в эфире. Ну, а необдуманные поступки мои, наверное, зачастую связаны с шоппингом. Я думаю, что девочки меня поймут, когда ты берешь какую-то вещь, не обдумав эту покупку. А потом начинаешь думать, а с чем ее носить, куда ее носить, зачем вообще ее носить. Я тебе больше скажу, не только девочки тебя поймут. Тебя больше поймут парни, потому что они, как правило, тратят на вот эти необдуманные покупки вещи. Ну, ладно. А потом ходишь как безумец, как безумная по городу с этой вещью, потому что ты не знаешь, к чему она. А мы знаете, как думаем? Дорогой, дай карточку. Ну, конечно, держи. И потом тебе через два часа приходит смс-ка со списанием со счетом. Она обезумела. Остановись. Карточка не безлимитная. Стой, Ирина. А поздно. А поздно, да. Надо было раньше. Будем есть лапшу. Ну что, классные безумные поступки. Скажи, пожалуйста, а вот можешь рассказать нам про своего мужа? Может быть, у него есть какой-то безумный поступок? Ты же знаешь про все безумные поступки своему. 99%-то хотя бы. Ну, я надеюсь, что это все. Если что. Что я знаю о всех. Но, наверное, один из самых ярких безумных поступков, это когда он после нескольких продолжительных лет ношения бороды решил ее сбрить. Причем это произошло за несколько дней до свадьбы наших друзей. И его, во-первых, на самом мероприятии мало кто узнавал, вот этого юнца. А во-вторых, на всех фотографиях со свадьбы. В общем, сами молодожены очень долго на него ругались. То есть он сбрил бороду, а усы оставил? Нет, он даже, по-моему, усы тогда забыли. А я думал, что за гусар у нас? Практически он был неузнаваем, поэтому... Сама-то узнала? Нет. Или мужчина, выйдите из квартиры, пожалуйста. Он это сделал, когда я уже уснула, я утром проснулась. Такой, что? Кто? Что? А почему он так решил вдруг? А вот не знаю, надо у него спросить какое-то, это было такое спонтанное решение. Ну, знаешь, если человек не умеет играть в камень-ножницы-бумага, он не умеет играть в камень-ножницы-бумага. Гена, напиши нам, пожалуйста, так ли это. Мы ждем ответа. Да, безумный поступок. Нам стало интересно. Это точно. Ну что, друзья, я предлагаю сейчас перейти все-таки к проекту «Уралхимия», потому что это есть действительно... Уралхимия-семья. Уралхимия-семья, потому что есть с чем поздравить Ирину, уже второй выпуск будет, третий выпуск уже будет на этой неделе. Вот, и семьи там активно, между прочим, включаются уже в этот процесс. Это же огромная гонка, мне кажется, что за очень крутые призы. Я предлагаю прямо сейчас посмотреть о проекте небольшое видео, а сразу после мы вернемся и продолжим обсуждать его. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Присылайте свои работы, публикуйте фото и видео с хэштегом проекта «Уралхимия-семья» и выигрывайте ценные призы. И, конечно, 250 тысяч на исполнение «Семейные мечты». В течение двух месяцев в эфире «Девятка ТВ» мы будем следить за ходом проекта, вместе с жюри оценивать работы участников и болеть за фаворитов. А вот и она, ведущая «Уралхимия-семья» вот этого невероятного конкурса. Ирина, расскажи, пожалуйста, как вообще сейчас обстоят дела с ним, как проходит телевизионная версия. На данный момент проходит второй тур данного конкурса, а всего конкурс состоит из пяти туров и финала. Мы уже оценили работы участников по номинации «Уралхимия» «Дружная семья» и уже выбрали победителей, семью, я могу сказать, семью Ершовых, команда «Хороши Ерши», если вы сейчас нас смотрите, вам отдельный привет. Кстати, вот эта вот прекрасная коробочка, которая стоит рядышком со мной, это тот самый подарок для семьи Ершовых, которым мы вручим... Подожди, они только сейчас об этом узнают, если нас смотрят? Нет, они уже знают. Они узнали это тоже в эфире «Девятка ТВ», но в прошлую пятницу, как раз-таки в телевизионной версии проекта. Что это такое? Это игровая приставка? Это игровая консоль, все верно. Та самая, о которой мы подумали. Я сейчас, знаете, сейчас о чем подумал? Почему я раньше не завел семью? И не переехал в Кирово-Чепецк. Ну, ничего страшного в этом нет. Вот, так что мы их наградим вот буквально уже на днях, они получат свой подарочек. А в эту пятницу все узнают имя победителя второго тура. А второй тур был, это «Уралхимия. Добрая семья». А наши участники должны были сделать добрые дела для Кирово-Чепецка, для самого города, для своих близких соседей, для жителей, в общем-то, самого города. Мы уже отсмотрели работу, мы уже победителя выбрали, мы уже знаем имя, но пока молчим. Да, и, кстати, подарок за... Но за определенную сумму... Нет, мы ни за что его не раскроем. Ну, они ни за что. В эфире телеканала «Девятка ТВ» в пятницу. Шучу. Максим не знает, поэтому то, что он сейчас говорит... Ну, все, началось все. Мошенничество не прокатило, ну ладно. Просто мы хотим озвучить еще один подарок, да? Да, семья, которая победила во втором туре, она получает такой комбо-набор бытовой техники для чистоты. А именно робот-пылесос и посудомоечная машина. Так, сначала у нас игровая приставка, а потом мы пошли на повышение уже, посудомоечная машина. Зай, нам, смотри, как бы, есть время до третьего выпуска, до четвертого, завести семью и переехать в Чепецк. Есть шанс выиграть, я не знаю, что там дальше будет. А я тебе сейчас расскажу. Пять туров, мы за них будем дарить бытовую технику и электронику, как ты уже понял. Да, я понял. Семьи, семья, точнее, которая победит в финале, получит, тадададам, 250 тысяч рублей на исполнение мечты семьи. Ну, все, мама. Пауза прям, да? Такая небольшая пауза. Она поместила. Сколько? До финала 9 месяцев еще есть? Нет, 9 нет. Эх, ладно, буду ждать следующий сезон. Семья – это двое. То есть наличие ребенка необязательно. Дай-ка, звони быстрее в этот самый дом бракосочетания. Мы сейчас спрашиваем. Ну что, друзья, конечно же, так, как придумал Максим. Не получится, да? Вряд ли у вас получится, потому что, помимо этого, нужно еще и присылать видео или фотографии, да, потому что то, что требуется непосредственно на сайте, можно посмотреть, уралхимия.рф. Друзья, заходите туда, смотрите, если вы проживаете в Кирово-Чепецке. Можно еще принять участие и выиграть. Ну что, давай почитаем комментарии, есть ли они. Да, вот есть вопрос, Ирина, тебе. Наталья Савиных спрашивает. Ирина, до встречи с мужем. Вы были такой же веселой? Вы думаете, это зависит, да, веселость от мужа? Вообще, с веселой, мне кажется, что с ним мне стало гораздо веселее. Ну, все равно была такая, хе-хей, ну-ка, что? А теперь, хе-хей, вот так. В реку на елке, поехали с горы. Руслан Лошаков пишет нам, добрый вечер, проехать на машине по кировским дорогам от Ганина до Нововятска, причем не по центральным, после ливня, из разряда АВАМ. Слабо, это про безумные поступки. Да вроде чинят у нас дороги. Что вы жалуетесь-то? Вроде нормально у нас стало. Крусчатку им везде укладывают. Может быть. А вот еще вопрос. Ну-то я укладывал. Ирина, вы же снимаетесь всей семьей в проекте. Что самое сложное и интересное проходит в процессе съемок? Как ведет себя Рома? Самое сложное, кстати, это настроить Рому на съемочный процесс. Потому что мы во время съемок выполняем задания, которые даются участникам. Мы выезжаем в какие-то интересные места. То есть первая съемка у нас была в Александровском парке. Там вы знаете, что есть куча аттракционов. И он просто, у него глаза горели вот так вот. Мы его постоянно останавливали, когда он прям пытался ринуться к аттракционам. А вторая серия, второй выпуск, выездной, мы снимали, можно Алена, я скажу, в Кото-кафе. И, естественно, остановить Рому, бежащего за кошкой, это тоже испытание, тоже задание. Ну, главное, чтобы кошкам понравилось. Кошки были в восторге, их накормили, с ними поиграли, они были довольны. В общем, все остались довольны, мы только за. Анастасия Молчанова спрашивает, Ирина, что помогает вам оставаться такой же лучезарной и жизнерадостной, особенно пасмурной осенью? Спасибо большое за комплимент. Так. Ну, наверное, какой-то оптимизм во мне все-таки присутствует. А что зарождает пламя-то этого оптимизма? Семья заряжает. Утром просыпаешься, первым делом видишь что? Свою семью. Это так здорово. Которая стоит уже вот так вот. Мама, мама, мы готовы, хватит спать. Кушать, кушать. Нет, я встаю первая, поэтому я сначала смотрю на них сонных, спящих, это вообще идиллия. Потом они начинают просыпаться, это тоже, в принципе, неплохо. Ну вот, видите, самое главное, чтобы хорошо себя чувствовать и жить на позитиве, нужно заводить семью. Да, а еще любимую работу. Потому что, посмотрите, сколько у нас интересных задач, интересных проектов. Как можно не любить такую работу? Я думаю, вы со мной согласитесь. Подписываемся под каждым словом. Это точно. А Юлия Бочнева спрашивает, Ирина, твой любимый элемент в таблице Менделеева? Вот такой вопрос. Золото? Золото? Муж, ты смотришь? Золото? А у всех у них один. Вот еще... Кришба не мышьяк. Вот еще один сумасшедший поступок, это ползать по всяким заброшенным зданиям города в поисках интересных кадров и находок. Фотография тоже есть. Еще было дело, скатилось с самой страшной горки в Казанском аквапарке. Начало поездки есть, окончание поездки есть, а середину поездки вспомнить. Даже спустя много лет не могу. Видимо, память меня защищает. Вот так вот Наталья Савиных. Один из безумных поступков – решение уехать жить в Киров, где нет ни друзей, ни знакомых. Теперь есть мы! За 500 километров от родных. Живу уже 11 лет. А есть еще вопрос. Ирина, вот скажите, если бы вы были на месте мужчины, вы бы простили измену? Так. Какой серьезный вопрос. Вместе мужчины. Вот именно, да, тут надо слишком много вводных. Так. Ой, я не знаю, я не могу ответить на такой вопрос, это слишком сложно. Я в принципе себя на месте мужчины не могу представить, а решать еще такие глобальные задачи – нет. Вопрос поставивший в тупик нашего гостя. Наталья Попова говорит нам о том, что она открыла под 8 подряд бизнесов и сейчас живет на 3 города. Вся моя жизнь – один сплошной безумный поступок. Вот это здорово. Вот так и нужно, друзья, жить, чтобы было весело и интересно. Ну что, Ирина, у нас есть для тебя игра. Твоя любимая. Да, я люблю. Самая безумная игра на вечерней вятке – это игра «Можешь отказаться», друзья. Сегодня она будет с Ириной Никулиной. Правила ты знаешь, но для зрителей мы все-таки расскажем. У нас есть три задания, которые вытягиваются по очереди. Наш гость смотрит задание и решает, выполнять его или нет. Если он отказывается от самого первого задания, два остальных он должен обязательно выполнить. Ну, в целом так и есть. Отказывается он посредством стоп-слова. Какое стоп-слово на этот раз выберешь ты? Пусть будут кошечки. Кошечки. Красно. Вчера мы ездили, что-то такое будут кошечки. Ну, на самом деле, когда читаешь… Ой, кошечки. Ну что, давай попробуем, давай сыграем. Сегодня вы положили бумажки одинакового размера, да? Я в тот раз по размеру выбирала, а теперь все. Ну что, ладно, давайте вот это. Так, поехали. Читай вслух. О, прочитать последние 10 сообщений от мужа в любом из мессенджеров на выбор ведущих. Итак, часто ли вы переписываете… Будешь ли ты делать это сначала? Десять, ну слушайте, десять это много. Да, немало. Насколько вы игривы с мужем? А нужно диалог прочитать? Конечно, диалог. Или только десять его сообщений? Нет, диалог. Нет, диалог, чтобы мы поняли, о чем идет речь. Десять сообщений всего, получается. Ну, последних. Хорошо. Последних именно. Ну, последние я ему писала. Ты где? Ты где? Придешь, за Ромой надо идти, да? Вот это, купи молока. Ну смотри, мы же еще не выбрали мессенджер. Хорошо, давайте, выбирайте мессенджер, я потом подумаю. Какой? Давайте. А где ты чаще всего с ним переписываешь? А так я и сказала. Но значит, значит, Инстаграм. Нет. Нет. ВК. Ватсап. Я просто по глазам смотрю, где начнут расширяться зрачки. Да, мы узнаем. Ладно, давай ВКонтакте. Хорошо. Давайте я сначала посмотрю. Нет, нет, нет. А, так там и фишка. Либо да, либо нет. Либо мы играем, либо мы не играем. Итак, барабанная дробь. О, вообще, я к этому была не готова. Кошечки или не кошечки. Кошечки или не кошечки. Так, подожди, или не кошечки. Давайте мы... Просто тут еще есть два. Тоже, да, серьезно. Точно таких же. Ничего не потеряешь. Ну что, да или нет? Да. Давай. Да. Ну хорошо. Я честно не помню, что там было, поэтому я надеюсь... Друзья, сейчас узнаем тайны. А мы-то как надеемся. Сейчас узнаем тайны. Тайны, тайны. А вы пока пишите Ирине свои вопросы. Группа ВКонтакте Девяток ТВ Киров. Можно также ее поддерживать. Все, отлично. Все, я думаю, все. Пропала. И глаз задергался. В общем... Ты должна нам отдать, передать... Да, мы сами прочитаем. Потому что ты же можешь... Мы по ролям. Что-то... Давай по ролям. Мы будем читать по ролям. Она удаляет сообщение. Нет, все, пожалуйста. Вот, смотри. Итак, ну, вложения мы не будем считать за сообщение. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Итак. Амур. Ну, ладно. Как дела у вас? Работа идет полным ходом. Она там четко пошится. Я за ноутом сижу в большой комнате. Что-то в одном кафе дорого, что-то с фуршетом. На крайняк можно закусочки купить и все. Пиццу заказать, нарезочки сделать. Ну, короче, что-то такое. Ну, я просто объясню, что у меня недавно было время рождения. Давай так, не говори с этим кафе. Все, хорошо. Все, еще что-то собирать в детскую? Да, как тебе? Ну, в общем, дальше неинтересно. Там идет бытовой диалог по поводу выбора шкафа в детскую комнату для Ромы. Оказывается, закусочки они все-таки выбирали. Кто-то там копошился. Я предлагаю перейти к следующему сюжету. Хорошо. А это, кстати, будет сюжет о том, что посмотреть на этой неделе на наших телеканалах, потому что у нас есть некая подборка замечательного кино. Он офицер разведки, она ученый-океанолог. Ему предстояла смертельно опасная спецоперация в Сомали, ей глубоководная экспедиция. И теперь в минуту испытаний перед лицом смерти, в плену у боевиков, в батискафе на глубине океана, все, что у них есть, это их любовь. Смотрите художественный фильм «Погружение» во вторник, 6 октября, в 21.00. Можешь открыть глаза. Многие из нас не уверены в целесообразности столь скорой трансформации старого дома. Конец 50-х. Молодая вдова Флоренс Грин осуществляет свою мечту. Купив обшарпанный домик в сонном прибрежном английском городке, девушка открывает книжный магазин шакюра и местных консерваторов радикальной литературы. Поддержку библиофил Флоренс находит только у замкнутого вдовца мистера Брандиша. Чем закончится столь необычная история, вы узнаете 7 октября в 21.00. Боже, воистину жуткая мысль. После смерти матери 12-летнего Колю отправляют в детский дом. Оттуда его забирает Валентина. Это одинокая пожилая женщина, его родная тетя, с которой он прежде не был знаком. Коля ждет, что старший брат после освобождения из тюрьмы приедет за ним, и они вместе вернутся домой. Суждено ли сбыться мечтам мальчика? Что ждет его дальше? Ответы на эти вопросы вы получите в четверг в 21.00 на Девятка ТВ. Я, как многие в индустрии, всегда думал, что актрисы спят с Харви ради карьеры. Титан. Визионер. Мечтатель. Харви Ванштейн считал себя императором Голливуда. Но все в одночасье рухнуло под лавиной обвинений. Шантаж, домогательство, изнасилование. Как он мог так долго оставаться безнаказанным? История взлета и падения самого могущественного киномагната Голливуда, рассказанная жертвами Ванштейна и теми, кто пытался его разоблачить. Но это не конец. Все, теперь мы знаем, чем занять себя. Да, а у нас сегодня в гостях Ирина Никулина. Это автор, идею и ведущая проекта «Уралхимия». Семья, которая у нас стартовала каждую пятницу теперь на телеканале Девятка ТВ. Плюс квиз семейный 7 на 9. Это тоже под ее руководством происходит. Ирина оккупировала вечера четверга и пятницы. Семьей. Семьей. Это точно. Не зря говорят, что у нас семейный телеканал. Да, все верно. Есть вопросы для Ирины, которые вы можете написать в группе ВКонтакте 9-го ТВ и Киров и получить за самый необычный, самый невероятный подарок сегодня. Итак, вопрос. Поехали. Ирина, самый яркий сюрприз на ваш день рождения? Спрашивайте Елены Калинина. Самый яркий сюрприз. Бывший не пришел. Хороший сюрприз. На самом деле, это был сюрприз от моего бывшего работодателя. Я как-то раз в свой день рождения уезжала на поезде, чтобы улететь на Кубу. На рабочие мероприятия. А что он тебе подарил? На рабочие мероприятия. На рабочие мероприятия. Ничего себе рабочие мероприятия на Кубе. Вот так вот. Это деревня где-то под Псковом, да? Ну ладно, да-да. Еще спрашивают, в каких семейных проектах участвовала ваша семья? Мы как-то участвовали с семьей в одном проекте, связанном с ремонтом. И, наверное, все. А также квиз семь на девять и «Алхимия семья». Вот два главных проекта, в которых не участвуют. Ну мы там не участники. В смысле? А так, была бы возможность, мы бы с удовольствием поучаствовали. Потому что они больше организаторы, нежели участники. Это прям их. Так, еще спрашивают, вот такое вот. В ближайшее время планируете ли вы пополнение? Так. Так, вопросы такие. Вопрос от бабушек. А вы знаете? Да. Мы решили, что мы хотим завести кота. Ух ты. Кстати, классно. Советую всем. Да, нравится тебе? Вообще, с котом жизнь идеальна. У тебя детей еще не было. Ну, есть такая мысль. В общем-то, Рома согласовал. Гена согласовал. Осталось только найти и выбрать. И, в общем-то, организовать процесс переезда. Кто идейный вдохновитель был? Я. Мне это в голову взбрело как-то в какой-то момент. У нас, потому что как-то была кошечка уже. Нам нравилось же таким расширенным составом. Вот, и теперь хотим повторить. Ну что, а мы хотим повторить нашу любимую игру. Можешь отказаться с Ириной Николиной. Продолжаем. Кошечки. Да, и осталось у нас два задания. Итак, выбирай, какое ты сейчас будешь выполнять. Давайте вот это. Читай. Поехали, читай. Написать снохе. Заберите ребенка на месяц, мы устали. А вы-то уверены, что это наказание и испытание? Это счастье, радость. Я это могу. Ура. Все, я готова. Мы любим наших коллег. Они готовы всегда. Как отношения, кстати. Она готова будет на месяц забрать Ромича? Я думаю, что она бы с большим удовольствием это сделала. Не очень позволит здоровье, и как бы физическое, наверное, и эмоциональное в том числе, с Ромкой прожить месяц. Но так, если бы была физическая возможность здоровья, то я думаю, что вообще без вопросов. А ты бы была рада отправить ребенка на месяц забрать? Нет, если честно, нет. Мне кажется, что я его там день-два не вижу, и уже как-то скучается, и хочется вернуть, и снова проводить время вместе. Мамочки, такие мамочки. Нам с Аленой не понять. Но все-таки, раз решили, то пишем. Посмотрим на ее реакцию, нам это важно. А мы пока еще прочитаем сообщение. Давай! Значит, поехали. Есть еще вот такое, один из безумных поступков, это когда бывший звонит, тебе хочет вернуться, а ты думаешь, зачем тебе найти грабли. Я вот считаю, что так, что если уж что бывшее, то бывшее, то в прошлое. Ушла, раз, и не надо возвращаться. Да, еще, Катюшка Кленова, фотографировать гадюку очень страшно, и ягоды собирать, когда Мишка рядом вещдоки оставил. И там есть фотография. Я вообще, змея, это вот рядом быть со змеей для меня, вот это самый дикий поступок. Если я по собственному желанию окружусь рядом со змеей. А это было, между прочим, один раз на утреннем эфире, Максим стоял рядом со змеей 20 минут, друзья. Змея там, питон, вот такой вот, весь меня вот... И вокруг по ноге он вот так вот полозал у нас. Перекопать почти восемь соток за один день, ты написала? Да, все, я могу отправить. Отправляй, пожалуйста. Отправляй. Отправляй. Мы познакомились в студенческие годы. Мы учились в разных вузах, но он играл в КВН с ребятами, которые учились как раз-таки у нас на факультете. Вот, и как-то однажды на перемене я пришла в студ-клуб, а они там репетировали. Ну, соответственно, так и произошло знакомство. Ты такая, вот этот маленький мой. Я тогда познакомилась просто не только с ним одним, как бы, в общем-то, со всей командой. Вот, а общение началось чуть позже уже. Кто был инициатором, наверное, я даже, если честно, не помню. Но тебе он сразу понравился? Обоюдно. Или ты сначала такая, ну, мальчик как мальчик? Ну, что-то было. Или сначала такая, Стасюк. Какая-то такая мысль была. Ну, как-то у нас взаимно все сразу и понеслось. Общение. Ну что, есть еще одно задание. Так. Я думаю, знаете, сделаем так. Нельзя отказаться ни от одного сегодня. Сегодня не можешь отказаться, у нас такая игра. Ладно, давай, прочитаем. Как пойдет, так пойдет. Опять? Расскажи историю из семейной жизни, о которой не знает муж. Мне кажется, он не звонит. А вот с нахазывания. Да. Мне кажется. Она подумала. Да! Я потом перезвонила. От усталости нажала отменить вызов. И вот, расскажи историю семейной жизни. Вот об этой истории не знает мой муж. Сейчас его мама начнет звонить ему и спрашивать, почему мы хотим сдать ребенка на месяц. А он еще ничего не знает. Да он смотрит все сто процентов. Он сидит за ребенком. Хорошо. Есть еще у нас, друзья, вопрос. Самое главное, что Ромыч узнает, с мыслями меня задают на месяц. Ой, все. Ох. Есть еще вопрос, друзья. Как вы думаете, какое шоу мог бы вести Рома и как бы оно называлось? Мне кажется, что-то связанное с какой-то активной деятельностью. Ну, не знаю, какие-нибудь джунгли зовут, например. И бегал бы он, наверное, со всеми командами вместе. И с плотоядными. И с травоядными. И с травоядными, да. Некому и вспомнили. А еще он очень любит петь. Вот, кстати, да. И есть у него какой-то талант. Он один раз может услышать песню и потом ее напевать. Причем мы сразу не можем понять вообще, что это за произведение. И мы даже не можем понять, откуда он мог его, где он мог его услышать. А он прям воспроизводит чудесно. Ирина, главной удачи вам и счастья огромного. Вот. И также спрашивают про усы. Любите ли вы их или они вас раздражают? А все, это уже одноцеллое с моим мужем. Мой муж без усов уже не мой муж. Кожа уже привыкла. Да. Ну что, я думаю, что на этом прекрасном сообщении мы и закончим. Пожелание такое классное было. И давай выберем победителя. Что тебе сегодня больше всего понравилось, что зацепило? Что возможно? Вопрос или комментарий, возможно. А мне понравился вопрос про пополнение. Он хотя такой с подковырочкой, конечно, вот. Но пусть будет он. А это, друзья, была Елена Калинина. Поэтому именно она получает целый пакет сладостей к чаю. Мы вас поздравляем. Ну что, друзья, Уралхимия, семья. Каждую пятницу теперь в 19.30 на ваших телеканалах. Поэтому смотрите. Ну и также не забывайте про семейный телеквиз. Он проходит у нас по четвергам. Ирина Никулина на ваших экранах. Максим Гороптов на ваших экранах. Алена Милина на ваших экранах. И хорошего вечера тоже на ваших экранах. Пока-пока. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»